Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ира и сегодня мы с вами поговорим о пяти моих самых любимых ароматах. Такое видео недавно на своем канале сняла Олечка, Ольга Бивол, и она предложила блогерам присоединиться к этой эстафете, показать пятерку своих любимых ароматов. Я с удовольствием это сделаю, но я хочу небольшую такую ремарку сразу вставить. Кто со мной давно, кто смотрит на меня давно, вы может быть помните, что уже год назад или даже более я записывала подобное видео, я показывала пять своих самых любимых ароматов на данный период времени. То есть, конечно, у меня есть ароматы, без которых я не представляю свой парфюмерный гардероб, скажем так, свою полочку. Сюда можно отнести и слоника, сюда можно отнести шелемар и коко классическую, которую я обожаю. И вы это прекрасно знаете, я сто раз уже говорила об этих ароматах и показывала их. Даже если у меня затишье с этими парфюмами, то есть у меня как-то не тянется к ним рука и так далее, они все равно греют мою такую парфюманьячную душеньку. Вот, являются моими просто самыми любимыми, наверное, навсегда. Но это видео я решила показать пять своих самых любимых ароматов на данный период времени. То есть, те ароматы, к которым действительно вот чаще всего тянется рука, ароматы, когда я их вижу или наношу на себя, я улыбаюсь, я обожаю эти ароматы. Вот, поэтому видео будет именно в таком ключе. Пять любимых ароматов на данный период времени. Конечно же, их намного больше, это понятно. Я ношу много ароматов разных, разнообразных, всегда их как-то меняю, чередую и так далее. Я должна вам сказать, что в последнее время, ну, наверное, дней 10 или 2 недели я вообще не пользовалась ароматами. То есть, ну, абсолютно, я не пахла ничем. У меня было какое-то, знаете, вот отторжение. Ну, это было связано с моими какими-то переживаниями. Мне даже показалось, что закончилась моя любовь к ароматам. Я не хочу ничего нового слушать. Но, к счастью, это не так. Тем не менее, независимо от того, что происходит, я люблю, по-прежнему люблю парфюмерию. Мне нравится новые впечатления получать от ароматов. Поэтому я опять начинаю пользоваться моими дорогими ароматиками. Ну, короче, сейчас я покажу именно те парфюмы, которые являются моими любимыми на данный период времени. Я хочу ими пользоваться. Я их вот выложила сюда. И давайте уже начнем. Итак, первый аромат, который сразу пришел мне в голову, это Ангел в туалетной воде. Я показывала уже неоднократно этот аромат. Я его действительно люблю, обожаю. Он у меня уже, наверное, месяца 4 как появился. И я его прям очень хорошо поносила. Вы можете посмотреть, да, на количество жидкости, которые я извела. Я просто поливалась этим ароматом. У меня с ним был запой. Потрясающий парфюм. Парфюм, который способен поднять мне настроение, на самом деле, вызвать во мне улыбку. Обожаю этот аромат. И я говорила о том, что не сразу у нас с ним случилась любовь. Я его при первом затесте вообще забраковала. Здесь яркая нота яблока. То, что не всегда мне нравится. Но, тем не менее, аромат такой веселый. Веселый, знаете, вот он просто легкий. С ним хорошо, с ним приятно. С ним как-то ты не уходишь в себя, в какое-то самокопание. Ты просто вот, ну, веселишься. Аромат веселья. Вот, наверное, так. Поэтому я его люблю. Ношу и буду носить, и буду любить. Да. Следующий аромат, который попал в эту пятерку, и его как раз-таки я уже давненько не носила, но собираюсь это делать. Собираюсь его носить. Это черный кубик от Нарцисса Родригеса. Потрясающий, просто потрясающий аромат. Я очень рада, что мне удалось его купить. Как-то поговаривали, что он там снят, но, тем не менее, он периодически появляется. Во всяком случае, на мейкапе у нас. Вот, надо так, в общем-то, мониторить, да. На самом деле, аромат просто, ну, не знаю, волшебный. Это сама женственность, это квинтэссенция, как говорят, да, женственности во флаконе. Супер нежный, супер женственный, такой воздушный, такой легкий. У меня есть белый кубик, я его тоже очень люблю, и они чем-то похожи. На самом деле, они чем-то похожи. Я всегда говорила о том, что белый кубик, в моем представлении, это аромат невесты. То чёрный кубик, это, наверное, ещё большая такая концентрация вот этой вот женственности, вот этой вот невесты, да. То есть, аромат настолько воздушный. Он такой приятный, да, конечно, он мускусный. И я ищу пипку, то есть, как это... Не всем нравятся мускусы, мускусы Родригеса. Я вам честно скажу, что вот эти вот такие продолговатые флаконы не всегда... У меня с ними как-то дружба происходит, там какой-то розовый, по-моему, мне нравится. Чёрный слишком агрессивный для меня, а вот с кубиками мне прям... Они мне прям заходят, да. Здесь, мне кажется, мускус намного мягче, чем, значит, в продолговатых вот этих флаконах. Там он такой какой-то перчёный аж, знаете, такой ох, ядрёный. То есть, здесь он намного мягче, намного воздушнее. Женственно, такой, знаете, какой-то взбитое суфле. Я не знаю, ну, как вот эта вот юбка у невесты. Она такая вся воздушная, пушистая. Это вот это кубик, чёрный кубик, это потрясающий женственный аромат, обожаю. Знаете, часто так происходит, когда появляется какой-то новый аромат, то рука автоматически к нему тянется, и он как-то автоматически становится любимым, да. Ну, во всяком случае, в тот период времени, когда он появляется. Здесь будут два таких аромата, действительно, они появились у меня относительно недавно, и поэтому я их активно ношу, и сейчас они являются моими любимыми. Первый из них аромат от Эльда, это Like This, да, ну, наверное, многие знают его, это такой тыквенный, значит, парфюм, не все здесь слышат тыкву, понятно. Я слышу, и несмотря на то, что этот аромат такой достаточно осенний, но он просто уносит тебя в осень, и я говорила, наверное, уже о том, что я действительно слышу здесь тыквенный пирог, очень такой ароматный, я слышу здесь осенние листья, вообще мне видится какая-то такая деревенская веранда, деревянная, и, знаете, уже когда собрались с огорода, вот эти тыквы там они стоят, и, возможно, на столе какой-то тыквенный вот этот пирог. Ну, короче, потрясающий аромат, он очень интересный, необыкновенный, для меня он интересен тем, что здесь собраны те ноты, которые, как правило, мне не нравятся в парфюмерии, но здесь они как-то все вот, ну, короче, звезды сошлись, и первое, что я сейчас вспоминаю, это имбирь, компонент, который, как правило, мне не нравится, здесь он просто отлично обыгран, он такой сладковатый, с вот этим тыквенным таким пюре, знаете, классный аромат, вот, и вдогонку к нему это Бланш и Мартелл от Ателье Колонь, аромат, который тоже появился у меня недавно, это подарок на Новый год от моей парфюмерной феи Нины, огромное за это спасибо, тоже потрясающий аромат, и, кстати, они немного похожи с Тильдой, здесь общая нота Бессмертника, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, вот он тоже такой шершавый, но для меня это, знаете, какой-то все-таки какая-то карамель, вот, я слышу здесь дерево сладкое, аромат такой горячий, очень стойкий, несмотря на то, что это колонь, он очень стойкий, я на волосах слышу его больше суток, то есть на следующий день я еще слышу от волос, и вообще, когда я душусь этим ароматом, я слышу его до вечера, то есть он очень стойкий, такой сладковато-шершавенький, ну, короче, потрясающий тоже аромат, в последнее время я его очень часто ношу, особенно вот сейчас я переехала, и практически каждый день ношу именно этот аромат, кстати, получаю на него комплименты, он шикарный, шикарный, потрясающий, вообще, я очень бы хотела познакомиться с как можно большим количеством ароматов от бренда Ателье Колонн, надеюсь, это когда-то произойдет. Так, ну и последний, который будет завершать, да, эту пятерку, значит, последний аромат из этой подборки, это Comte Garçon Man 2, аромат медитации для меня, аромат умиротворения, аромат спокойствия, аромат какого-то уюта, он такой ладанный, да, ну, он настолько какой-то мягкий. Я говорила о том, что этот аромат мне напоминает подсолнух, ну, вот когда подсолнух, он еще не созрел, но он еще, то есть, такие зеленые семечки, которые уже можно кушать, в принципе, да, в детстве мы вот ели вот эти семечки, и когда берешь вот этот подсолнух, ты его разламываешь, ну, то есть, мы срывали этот подсолнух, разламывали, делили между собой и кушали, значит, эти зеленые семечки. Вот он пахнет для меня именно так, я не знаю, может быть, поэтому я так трепетно отношусь к этому аромату, я его просто обожаю, ну, носят меня, наверное, воспоминаниями, да, в тот период, когда я была ребенком, кушала вот эти семечки, потрясающе. Ну, на самом деле, это не подсолнух, как бы, а вот этот самый ладан, и он здесь не похож, как бы, сам на себя, да, то есть, ладан обычно, ну, я, я слышу ладан обычно, каким-то дымным или немного таким горелым, иногда перечным, вот такой вот жесткая какая-то нота, как правило, то здесь это настолько мягко и как-то уютно, не знаю, короче, обожаю тоже этот аромат, входит в пятерку моих любимых, я ношу его не так часто, скорее, для себя, дома, как релакс, как медитацию, как умиротворение, просто в каком-то коконе нахожусь, вот, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео, это пять ароматов, которые я люблю больше всего на данный период времени, я уверена, что это будет меняться, но пока что это так, и уже достаточно давно эти ароматы занимают такие высокие позиции на моей парфюмерной полке, поэтому, да, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас сейчас фавориты, вот, какие ароматы, вы понимаете, что ваша рука тянется к ним чаще всего, я с вами буду прощаться, и прошу вас не забывать, еще раз перейдите в инфобокс, посмотрите видео Оли, и я видела, что уже многие девочки-блогеры записали видео на эту тему, я думаю, это интересно посмотреть, да, а что же носит каждая из нас в данный период времени, спасибо еще раз за просмотр, всем пока!